Всем привет! В этот раз мы остановились в отеле Диамора в Турции, регион Аланье. В этом видео вы увидите обзор на весь отель, номер, пляж, инфраструктуру, что расположено рядом, и в следующих видео, что можно посетить и как добраться до достопримечательностей. Итак, меньше слов. Погнали! Отель Диамора, три звезды, находится в центре Алании. Отель городского типа расположен на бульваре Ататюрка рядом со всей инфраструктурой. А именно, кафе, рестораны, сетевые продуктовые, обувные и вещевые магазины. В пяти минутах центральный вокзал, откуда можно уехать по разным маршрутам, достопримечательностям и в соседние районы. Несмотря на то, что отель расположен не на береговой линии, до пляжа Клеопатры, который считается самым лучшим, можно дойти пешком за 10 минут легкой прогулкой. Здание отеля шестиэтажное. На первом этаже расположены лобби, ресепшн, ресторан, лифт и за углом туалет с умывальником. Территория у отеля маленькая. Есть крытая часть, где можно посидеть отдохнуть. Бар со столиками и небольшой плавательный бассейн с лежаками. Душевой и санузлом. В лобби есть бесплатный интернет, который, в принципе, работает хорошо. Но если в нем сидит очень много людей, скорость сразу падает. Скажу так, что мы смогли скачивать 3-4-часовые видео за время ужина. Есть два лифта, достаточно шустрых, а также лестница. На этаже 12 номеров. Виды могут быть разные. На бульвар и крепость, горы, на бассейн и два номера на стену соседнего отеля. Из практики, если вы приехали путешествовать, а не сидеть в номере, вид из окна вообще не имеет значения. Главное, чтобы в самом номере было все хорошо. Поэтому мы направляемся смотреть наш номер. У нас 204. Номер 204 находится, по-нашему, на третьем этаже, так как они не считают первый этаж. Дверь открывается и закрывается плотно. Электричество начинает работать после вставки специального брелка в гнездо. Но холодильник работает всегда. Даже если вы вытащите брелок. Это очень удобно. В номере есть двуспальная кровать и односпальная кровать. Тумбочка для чемодана. Столик с двумя ящиками. Зеркало со светильниками. Телевизор с разными каналами. Телефон. И тумба с холодильником. Холодильники новые. Работают прекрасно. На балконе два пластиковых стула. Можно проветривать комнату, просто открыв окно или дверь самого балкона. Кондиционер есть. Работает отлично. Есть встроенный шкаф. В нем есть вешалки, теплое одеяло и сейф за дополнительную плату. В ванной комнате есть раковина с зеркалом, фен, туалет и душевая кабина с горячей и холодной водой. Есть мыло, шампунь. Все работает хорошо. Туалетную бумагу кладут с запасом. Вот и все. Пок histó cai. Отправляемся в ресторан! Завтрак с 8 до 10. Из напитков разные виды кофе из кофемашины. Горячий шоколад, чай из соки из автоматов. Яблочный, апельсиновый, вишневый и ананасовый. А также вода из кулера, холодная и горячая. Выбор блюд стандартный. Хлопья, шоколадные шарики, молоко для них. Два вида варенья, два вида сыра, разная колбасная нарезка, вареные яйца, помидоры, огурцы, оливки и другие овощи, хлеб. Из фруктов апельсины, грейпфруты. Более подробно смотрите на видео. Обед начинается с 12.30 до 2.00 и ужин с 7.00 до 9.00 вечера. В целом они похожи, но блюда меняются. Всегда один вид супа, но он чередуется всегда разный. Тушеные овощи, макароны или рис, мясо, курица, котлетки из фарша, наггетсы, жареные кусочки мяса, печень, картошка. Во втором разделе много свежих салатов. Помидоры, огурцы, морковь, бобы, фасоль, нут, аджика, зеленые салаты. Всегда разный один вид фруктов. Это либо яблоко, арбуз, дыня, маршмула, грейпфрут, апельсины, абрикосы. Из сладостей на обед пудинги – манковые десерты. Есть соусы для заправки салатов, лимонный, гранатовый, майонез и кетчуп. А также хлеб. Более подробно смотрите наше видео. КОНЕЦ КОНЕЦ В обед и ужин работает бар. В баре можно взять алкоголь местного производства и газированные напитки наподобие кока-колы спрайта Фанты. В напитки предлагают положить лед. Также в баре можно взять черный чай. МОРЕ Пляж находится в 10 минутах ходьбы. Весь пляж засыпан очень мелкой галькой, почти песком. И его условно можно поделить на несколько частей, которые различаются только при заходе в море. Пляж, который расположен ближе к горе, имеет плавный вход в море, песчаный. Дальше от горы могут встречаться каменные плиты при входе. На пляже можно разместиться со своими вещами, либо за напиток вам предоставят лежак. Также есть шатры, переодевалки и душевые бесплатные. Туалеты платные, стоят около 3 лир. Вдоль пляжа есть парк, небольшая пещера и подъемник на крепость на горе. Подведем итог. Расположение отеля отличное. Здесь все рядом. Все местные продукты, одежда, рынки, банки, автобусные остановки находятся в непосредственной близости с отелем. Вариант отличный для тех, кто любит путешествовать. Шопиться, пробовать местную еду и находиться всегда в движении. Сам отель на твердые 3 звезды. В номерах был косметический ремонт. Все выглядит чисто и опрятно. По питанию повара стараются, без излишков. Выбор не такой большой, но голодными не останетесь. Все свежее, тарелки убирают быстро, еду доносят. Было пару моментов, когда основное блюдо заканчивалось совсем. Но это были единичные случаи, когда, например, закончился суп. Фрукты и овощи всегда доносят. Подождите минут 10 и они снова появятся. Мясоедам будет немного скучно. Выбор не такой большой. Для трех звезд вполне достаточно. Если вы приезжаете в отель хорошо поесть, сидеть в лобби на Wi-Fi и тусоваться у бассейна, то, скорее всего, отель вас очень огорчит. Лучше присмотреть что-то на звезду повыше. Мы часто пропускали завтраки и обеды, так как в большинстве случаев куда-либо уезжали. Цены в Турции на еду приемлемые, поэтому это тот самый случай, когда можно прикупить местную еду и попробовать местные вкусняшки. В этот раз отель All Inclusive стоил по цене апартаментов без еды, поэтому еда была для нас как бонус. Отель своих денег стоит, можно приезжать. В следующих видео будут обзоры местных достопримечательностей и как до них добраться без машины пешком или на общественном транспорте со всеми картами и ориентирами. Поэтому, чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал. И если видео оказалось полезным, поставьте свой царский лайк. Всем спасибо за внимание и увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok